Левит 27.30.33 И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего, что проходит под жезлом десятые, должно посвящать Господу. Ну и посмотрим числа 18, 21, 32. И мы с вами уже читали сегодня этот большой отрывок. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скиние собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скиние собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты и так дальше, так как десятину сынов Израилев, которые не приносят возношения Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал им, между сынами Израилевы они не получат удела». Там мы читаем, что Господь говорит, «все десятины принадлежат мне». Здесь мы читаем о том, что Бог говорит, «я отдаю эту десятину всем сынам Левия». Это левитская десятина, ее получали священники и левиты. И мы читали в этом отрывке также, что левиты отдавали десятину от десятины для первосвященника. Вторая десятина. Второсаконие, давайте 14, 22, 27 посмотрим. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. «Десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой. И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. Очень интересное место. Смотрите. Мы читали о том, что три раза в год весь мужской род отправлялся перед лицем Господа. Помните, в Таразаконе 16 глава, 16-17 стих. И ты должен был явиться с определенным даром в зависимости от того, как Господь тебя благословил. И для того, чтобы совершать такое путешествие, мы понимаем, что необходимо было иметь на это финансы. То есть представьте, что три раза в год вам необходимо, предположим, поехать в Израиль. Для этого нужны деньги. Более того, если у тебя большая семья, например, у тебя куча сыновей, так тебя Бог благословил, тебе надо было за всех заплатить. Тебе надо было как-то позаботиться о том, чтобы это было возможным. И для этого путешествия Бог устанавливает вторую десятину. Услышьте это. Бог устанавливает вторую десятину для того, чтобы человек имел возможность свершить паломничество в святое место. Чтобы человек имел возможность иметь с ним взаимоотношения. При этом, что важно, не нужно было забывать о левите, который жил рядом с тобой. Иными словами, возьми его и заплати за него, потому что у него нечего. Ты должен о нем позаботиться, чтобы и он, и его семья также имели возможность прийти в Иерусалим. У него же тоже есть мужчины. Да, он левит, периодически он там служит, но не всегда же он там служит. У него есть свой черед, своя очередь и свой порядок. И тем не менее, он должен посетить Господа, прийти перед его лицом. Другими словами, Бог на главу семьи возложил не только ответственность за материальное благополучие, но и за духовное состояние. Вся семья должна была иметь возможность совершить путешествие в Иерусалим на поклонение и быть там. И что там делать нужно было? Как нужно было потратить эту десятину? Радоваться, веселиться, покупать все необходимое. Помните то, что мы читали? И пускай твоя душа ни в чем не жалеет, когда ты приходишь перед мое лицо. То есть этот поход, он не должен стать для тебя каким-то таким ужасом, после которого ты просто в трансе, в долгах и непонятно что. И ты просто думаешь, неужели, вот это сейчас я вернулся домой, мне снова надо идти туда. За что? Где мне это взять? Откуда мне это взять? То есть изначально ты должен планировать. Итак, у тебя был урожай, 100%, предположим. Не важно сколько, это там 10 мешков пшеницы. Предположим, один мешок ты несешь куда? Левитом. Ты отдаешь эту десятину. Десятина, которая называется левитская десятина. У тебя остается 9 мешков. Ты берешь десятину с 9 мешков. Почти мешок, чуть-чуть меньше. Правда? У тебя осталось же 90% от предыдущей общей суммы. То есть фактически твое приношение равняется скольки процентам из твоего бюджета, из твоих 100%? 19%. Правда? 10% левитом и 9% ты берешь на дорогу. Ну 9% по сравнению от общей суммы. Хотя это 10% от того, что осталось у тебя. То есть ты отдаешь 19%. Итак, и третья десятина. Давайте мы почитаем дальше. Вот с 28 стиха, там где мы читали. Второзаконие 14, 28-29. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Итак, каждых три года, каждых три года еще раз десятина. То есть оставалось, получается, 90% или как мы будем считать, 81%. И тебе нужно было еще 8,1, ну так примерно говоря, отложить. Тебе никуда не нужно было нести эту десятину. Должны были прийти люди, которые нуждаются в твой дом. И мы видим, кто это. Левит, потому что нету дела. Пришелец, человек со стороны, который живет с тобой, сирота, вдова, которые находятся в жилищах твоих. То есть это не люди чужие. Ты знаешь этих людей. Вы должны вот этот момент ухватить. Не просто человек со стороны. Человек, с которым у тебя есть определенные взаимоотношения. Жизнь, которого ты знаешь. Пришелец, это не просто был пришелец. Этот человек, который, он мог работать на тебя, он жил вместе с тобой, он не имел удела, земля не раздавалась пришельцам. Но он, например, мог быть арендатором или каким-то образом находиться, мог быть наемником, который живет с тобой, помогает тебе в чем-то. И этот человек, он также претендовал на определенную заботу со стороны коренных жителей. Со стороны израилей, ну как коренных жителей, да, с тех, кто жил, потому что все пришли. Нужно было о них заботиться. Пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь. Фактически ты раздавал эту десятину бедным. Итак, получается, каждый год человек тратил 19%. Правильно мы с вами посчитали, правда? Но в следующих, каждых 3 года, человек тратил сколько процентов? 19 плюс 8 и 1? Почти 30. 27. Ну вот так, давайте скажем 27, да? Но мы можем разделить эти 8% на 3 года, да, так, чтобы среднее арифметическое получить. Это сколько нам нужно? Это примерно 8 разделить на 3 нужно, да? Это примерно 2,5, вот что-то около этого. Таким образом мы берем 19 и прибавляем 2,5. Условно говоря, 2,5, да, пускай, скажем так. Сколько получается? 21,5. То есть, когда мы говорим об очень жесткой привязке к цифре 10, мы видим, что эта привязка, она не совсем корректна с точки зрения Писания. Мы видим, что на самом деле десятины было 3, и люди отдавали больше 10%. И мы можем периодически сейчас с вами слышать достаточно стройные, с первого взгляда учения о том, что Бог заповедал всему отдавать ровно 10-ю час, 10-ю час времени. Все, 24 часа, 2 часа 40 минут я молюсь и читаю Библию в день. Там столько-то дней у нас в году, значит, столько-то дней я должен поститься, столько-то дней я... Ну, вот эти вот стройные системы, они, возможно, имеют определенный вид, они имеют даже какой-то результат, но все же это системы придуманные. Если мы смотрим внимательно, мы видим, что на самом деле Бог, он заботился немножко по-другому о своем народе и о тех категориях людей, которые были малоимущие. И здесь написано, что они приходили. Кто? Левит, который у тебя, или левит, который в жилищах твоих? Мы говорили о том, что левиты, они были расположены равномерно по всему лицу земли Израильской. И эти левиты, несмотря на то, что все же они получали часть от первой десятины, потому что ты заносил каждый год десятую часть, несмотря на то, что они посещали Иерусалим за счет той десятины второй, которую ты имел, и левит, который в жилище, так они еще имели часть в третьей десятине. Это то, что касалось левитов. То есть у каждого была своя ответственность. Пришелец, то есть это был человек, который находился в народе, этот человек исполнял точно так же, как и все законы, но он не назывался евреем, он был тем, кто был расположен к еврейскому народу. Помните, например, в Новом Завете мы читаем о сотнике Корнилии. То есть этот человек был не евреем, но он любил еврейский народ, он даже построил синагогу, то есть он был расположен, и евреи видели это, что он был одним из них, но он не был рожден, как иудей, и не был частью этого народа. И число 15 глава, 14-16 стих говорит следующее. «И если будет между вами жить пришелец, или кто бы то ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господнее, и для пришельца, живущего у вас, устав один». 14-16, число 15 глава. «Устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один, и одни права да будут для вас, и для пришельца, живущего у вас». То есть если пришелец хотел жить среди израильского народа, он не мог жить на своих условиях. Он не мог, например, сказать так. «Окей, я живу среди вас, это моя квартира, что хочу и делаю, ставлю статую Астарты. Это же мое? Мое. Я пришелец? Пришелец. Пожалуйста, давайте будем толерантны, не будем навязывать друг другу разные веры». Бог наоборот говорил. Вот с такими пришельцами разговор должен быть короткий. «Убейте его». Все очень просто. Такой человек не должен жить среди вас. Почему? Потому что придет время, и он ведет вас в грех. Но если пришелец согласен был жить на условиях, которые регламентировал Синайский договор, то он должен был вести себя определенным образом. Он должен был уважать обычаи, традиции, законы и заповеди еврейского народа, то есть не нарушая их, не провоцируя их. Следующие люди, которые должны были получать часть, это вдова-сирота, то есть люди, о которых некому позаботиться. Понятно, что если бы у таких людей были близкие родственники, то именно они должны были заботиться о них. Но поскольку Израиль состоял из родственников, поскольку они дети одного отца, то при отсутствии кровных родственников ответственность сложилась на близких по отцу, скажем так, по Божьему отцу. И третья десятина — это было не единственное установление закона о вдовах, сиротах и пришельцах. Левиты несли служение в слове, мы это знаем, и не должны были попадать в категорию нуждающихся людей. А вот нуждающиеся люди не должны были пребывать в состоянии лени. И, как мы с вами говорили, для них был предусмотрен целый ряд социальных программ, которые подразумевали обязательное физическое вовлечение в ту деятельность, которую они должны были заниматься. И интересно, что праведный человек с точки зрения Синайского завета он характеризовался своим отношением к бедным, вдовам и сиротам. Есть очень много мест, которые именно говорится о праведном человеке в контексте заботы об этих незащищенных людях. Итак, следующая категория — это неимущие. Левит 23, 22. Давайте посмотрим, кто же такие неимущие. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнёшь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь ваш». Бедному, то есть это тоже самое получали бедные люди. Помимо третьей десятины, они получали ещё край поля и всё-всё то, о чём мы с вами говорили. Это было их преимущество. Второзаконие давайте посмотрим снова. 15 главу, 7-й, 10-й стих. 15, 7. Второзаконие. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой даёт тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руке твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твоё беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтоб оттого глаз твой не сделался не милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиёт на тебя Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твоё, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всём, что будет делаться твоими руками. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Итак, это заповедь о дздаке, о даянии, помощи другому человеку, деньгами, действиями, требующими затрат и усилий. И дздака — это отнюдь не милостыня. Это слово происходит от слова цедек, справедливость. Иными словами, её нужно оказывать таким образом, чтобы не унижать человека. Что можно здесь увидеть из этого текста? «Не ожесточи сердце, не сожми руки». То есть Бог обращает внимание на сердце человека, которое может стать препятствием к даянию. Ожесточённое сердце, оно препятствует даянию. «Но открой руку». То есть прямое повеление давать взаймы. И здесь говорится о неимущих братьях, которые при наступлении юбилейного года могли и не вернуть долг. Иными словами, мы помним, что в юбилейный год долги прощались. И здесь говорится о том, что пускай твоё сердце, оно будет в правильном состоянии, чтобы ты не подумал, что я ему сейчас дам, а потом надо будет его прощать. И пускай не отдаёт. В притче 19 глава 17 стих говорит «Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Вы говорите «Лучше не давать». Лучше давать, потому что благотворящий бедному даёт взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его. Да, может подумать, чтобы не давать, но это будет зло. Бог говорит «Ты так не думай». Это неправильный мотив твоего сердца, что он не отдаст. Отдай ему. Но смотря по его нужде, в чём он нуждается. И здесь есть очень интересное уточнение, которое делает Бог. Итак, какая обычно практика современной дзадаки? Когда к нам обращаются бедные, мы даём что-то, что не приносит нам какого-то существенного материального ущерба. Как правило, какую-то мелочь. То есть мы порылись в кошельке, всыпали мелочь и сказали «Да благословит тебя Господь». Но здесь закон говорит, что мы должны дать смотря по нужде. По нужде. Очень интересное понятие. Потому что для того, чтобы понять нужду, знаете, что нужно сделать? Нужно сесть и поговорить с человеком. Это требует времени. Это требует посвящения. Вгникнуть в ситуацию, которая есть у человека. Возможно, ему не денег нужно. Возможно, ему нужен грамотный совет. Возможно, ему нужен какой-то, знаете, такой святой пендаль. Потому что человек делает одни и те же проблемы себе. Одни и те же ошибки. Он, может быть, не умеет распоряжаться деньгами. И сколько ты бы ему не дал, он их спустит. Потому что изначально у него неправильно в голове. Он не ходит перед Господом. Это не тот бедный, который на самом деле бедный из-за нужды. Это тот бедный, который беден по глупости. Понимаете, да? Поэтому нужно дать именно столько, сколько нужно. И очень часто это может быть большая сумма, чем, например, вы бы давали, если бы вы просто проходили мимо. Вы бы вникли, что на самом деле вопрос больше, и, возможно, вы можете помочь больше. И еще один важный момент. Это был твой кто? Брат. Это был твой брат. Бедный. Который на твоей земле. Обратно же. Мы говорим об обществе, да? На котором находятся люди на твоих условиях. Брат — это значит человек, который мне близок, с которым у нас есть один отец. Уловите этот момент. Это значит, что когда человек находится в общине, он брат вам, он вам брат, правда? Он может быть богатым, а может быть и бедным. Но это не значит, что мы знаем его историю. Ведь, согласитесь, у нас в общине есть люди, которых вы не знаете. Вы их видели в лицо, они одеты либо хорошо, либо плохо. И вы знаете, что есть люди, которые выглядят вполне пристойно, но они не могут купить хлеба. И ты не знаешь этого, пока ты с ним не поговоришь. Ты не знаешь, ты даже не можешь догадаться, какие у него серьезные проблемы из-за каких-то обстоятельств. Есть люди, которые выглядят бедно, но они совершенно не бедные люди. Они могут просто неправильно одеваться, они могут просто не заморачиваться этими вещами, они могут хорошо зарабатывать, но абсолютно непонятно, как тратить. Итак, в первую очередь, внимание Господа обращено на внутренний круг взаимоотношений. Он говорит, те, кто рядом с тобой, кто живет с тобой, кто растет с тобой, не закрой свое сердце, пускай они будут открыты. И не думай, что если придет юбилейный год, кого касался юбилейный год? Юбилейный год касался еврейского народа. Правда? Тех колен, которые там находились, именно им принадлежала земля, которая должна была вернуться в юбилейный год. Но мы не видим, например, такого понимания. Если там будешь видеть филистимлянина нищего, то ты, короче, дай ему денег. Мы не видим такого, чтобы было вообще направлено внимание Бога на какие-то языческие народы, которые служили бы другим богам. И если ты видишь каких-то бедных египтян, которые живут своей коммуной, но они очень бедные, иди и заботься о них, одалживая им деньги направо, налево и всякое такое, оказывая им благотворительное действие. И вы знаете, что в этом должна быть мудрость. Немножко звучит, как бы так сказать, жестковато, правда? Потому что ты вроде отделяешь людей по качеству, отделяешь людей по их религиозному взгляду, по их национальности и так далее. Но если мы посмотрим, как все происходило в то время, мы увидим, что на самом деле это разделение, оно всегда присутствовало и было достаточно принципиальным. Вы помните, что когда пришел Ишуа, для него было очень естественно служить в кругу только лишь еврейского народа. Что он говорил своим ученикам? На путь к язычникам не ходите. Помните женщина, которая была самаронитянка, да? Она пришла и говорит, дочка моя одержима из Сибири. Сирофиникиянка. Да, что это такое. И он говорит, я не могу взять то, что принадлежит детям и отдать сам. То есть было различие. Этот конфликт между еврейским народом и другими народами он был достаточно яркий. Вы помните, что когда Дух Святой начал сходить на Корнилия, на других представителей других народов, это была достаточно большая проблема в том обществе, потому что не знали, что с ними делать, как их принимать. Итак, понятное дело, что если ты человек искренний, если ты человек открытый, ты можешь помочь и другому, независимо ни от чего. Вы помните притчу о добром самарянине? Самарянин был человек, не чистый с точки зрения иудаизма, но его сердце было открыто помогать всякому нуждающемуся, независимо от его религиозной ориентации или национальности. И безусловно, такое состояние сердца, оно было правильным. И вы помните, что там ставится как раз в этой притче противовес священнику и левиту, которые шли куда? Шли в храм. Они посмотрели, их сердце было закрыто. Но обратно, мы придем к пониманию Нового Завета. Мы придем к пониманию того, как Ишуа смотрел на определенные моменты. Тем не менее, важно для нас понимать, когда мы говорим о Синайском договоре, мы говорим в первую очередь о том, что забота была предназначена и прописана Господом, проговорена Господом для тех людей, которые находились во внутреннем круге, которые все были направлены для служения Господу. В любом случае, друзья, приходя на улицы, вы увидите разных людей, которые просят у вас милостыню, которые будут говорить о том, что они нищие, бедные, вдовы, сироты, калеки и прочее, и прочее, и прочее. Вы открыты в своем сердце давать им столько, сколько вы хотите. Но ответьте для себя честно. Уделили ли вы достаточно им времени, чтобы узнать их нужду? Это первое. А во-вторых, ответили ли вы на все те нужды, которые есть среди ваших братьев и сестер, которых вы точно знаете? Те вопросы, которые не решены среди верующих людей. И Писание в Новом Завете говорит о том, что те, кто не заботится о своих, о домашних, они ведут себя, как те, кто отреклись от веры. Они ведут себя так, как ведут себя язычники. Они не заботятся о своих ближних. Но об этом мы поговорим более подробно с вами завтра. И здесь написано, не должно скорбеть сердце, когда будешь давать. Снова Бог обращает внимание на сердце. И очень интересное место. Нищих всегда будете иметь. То есть эта категория людей, она всегда будет те, кто нуждается в каком-то подаянии и помощи. О том, как помогать бедным практически мы с вами поговорим завтра. И я надеюсь, что мы в деталях это все разберем. Итак, в деталях и в деталях в деталях Продолжение следует...